Ну вот нашлись упаковки, когда видео уже снято. Это про вот эти все земляники, клубники. Буду сегодня рассказывать. Королева Елизавета, Иришка, Настенька, Сашенька, Сладкоежка, Любаша. Розовая мечта здесь еще нет. Вкус детства, алый огонек. В общем много-много-много различных таких вот сортов и гибридов. Привет всем. Сегодня хочу сделать небольшой обзор земляники. Какую в этом году выращивали, какой результат. В общем какая хорошая, какая не очень. Всю вам ягодку покажу. Вот это вот земляника садовая. Называется она Иришка. Такие вот у нее ягоды. Это выращено из усов этого года. То есть сперва выращивали семенами в прошлом году, а в этом году вот такие вот усы оставили. Но не поздно зацвели, конечно же. Но ягодка вот такая вот довольно крупная. Хорошо этот сорт зимует. Следующее у нас это все Иришка идет у нас в кустики. Вот этот куст называется у нас Сладкоежка. Конечно тоже уже остатки. Покажу в другом месте тоже есть Сладкоежка. Вот у него такие вот большие громадные кусты с довольно крупными ягодами. Вот этот кустик Сладкоежки выращен в этом году. Такая вот ягодка. Последние что зацветали, они такие ягодки нарастили. Такие цветоносые. Даже одна такая красненькая уже испортилась. Вот так вот шесть кустиков получается вот этих вот. К сожалению не все разные. Всего один наверное такой хороший кустик. Остальные похожие. А вот этот один вообще просто весь усатый и ни разу не зацвел даже. Поэтому тоже не супер конечно. Семена пересортится. Сладкоежка от Седек. Здесь у нас дальше идет кустики земляники. Розовая мечта. Такие вот они. Один, второй. Здесь был третий. Но его я выбраковал и оставил усик от одного из этих кустиков. И сюда он был посажен. В принципе вот такая вот довольно крупная ягодка. Много цветоносов. Кустик вот такой вот хороший. Усов было немного всего наверное. Штуки два. То есть не усатая. Еще один кустик тоже вот он. С такими вот ягодками. Такие вот. То есть в целом хороший такой вот гибрид. Вот такая ягодка крупненькая. Такая вот. цветет. Но цветет не розовым. Таким либо бледно-розовым. Либо совсем белым. Дальше у нас два кустика. Вот здесь любаши сидят. Третий тоже был выпракован. Ну тоже какой-то не очень. Какой-то ус попался. Тоже не цвел. Любаши как-то совсем не очень. Вот тоже кустик любаши. Такая ягодка. Есть покрупнее. Есть вот такая вот совсем мелкая. Такая вот она. Такая ягода. Цветоносов вроде много. Но она какая-то совсем такая вот некрупная. Такая миленькая. Такая вот любаша. Любашева. Это у нас от Аэлита. Я в конце видео в конечных заставках оставлю ссылку на обзор семян. Кому интересно, можете посмотреть. Потому что пачки от семян где-то не могу их найти. Вот это у нас будет королева Елизавета от Сибирского сада. Она не цвела в первый год. Так же как и Женеву в прошлом году выращивали. В первый год она почему-то не цветет. Только во второй. Но вот кусты такие вот довольно хорошие. Крепкие. Вот таких вот три кустика. Но не цветущих. Много усов было. На другой грядке там поукореняли. Здесь сначала, а потом их пересадили на другую грядку усы. Дальше у нас идут три кустика. Вот раз, два, три. Это у нас фреска. Картинки у них у всех, конечно, были красивые. Но вот кустики не очень большие какие-то. И ягода. Ну тоже вот такая вот какая-то мелковатая вся. Такая вот миленькая такая ягодка. Не очень крупная. И вот такие небольшие кустики. Следующий у нас идет Настенька. Вот смотрите, вот четыре кустика Настеньки. Ну в целом они более или менее такие. Кстати, вот те два куста это тоже Настенька. Но они вообще почему-то какие-то такие вот крупные. Ни одного у них нет цветоноса. И только усы. Ну пока останутся. Может на следующий год, если они будут свистеть, надо будет их выбраковать. Вот один кустик Настеньки. Прям вообще очень такой хороший. Вот с такой вот крупнейшей ягодкой. Такая вот крупная. Ну то есть тут тоже пересортится. Где-то лучше, где-то хуже. Где-то вот такая вот средненькая. Здесь еще и красненькая есть. Вкусная такая. Холодненькая. В общем, вот такая вот Настенька. Здесь три кустика. Называется гибрид Сашенька. И тоже они все разные. Вот это как бы более или менее. Здесь хотя бы вот такие ягодки. Усы вот пошли. Такая вот ягодка. Ну как бы более или менее такой нормальный кустик. Другой кустик вообще не цветет. И третий вот такой вот какой-то тоже захудалый. Был четвертый, но он выбракован. Вот это вот Иришка. Со своих усов. С прошлогодних посадок. Назятых. И честно сказать. Конечно, очень много в этом году из своих семян. Выращены клубники из земляники садов и Иришка. Вот это практически все. Иришка. Там только на краешке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Двенадцать кустиков только. Не Иришка, а вот это все Иришка. И основные урожаи вот с этой ягоды. Потому что вот такие вот кусты. Смотрите. Очень много на них ягод. Некоторые, конечно, уже отплодоносили. Но вот есть вот такие вот кустищи с такой ягодой. Много цветоносов, усов вообще нет. Писали, как кто-то, что вот со своих семян там вырастет у вас не пойми что. Но вырастает-то супер и в сто раз лучше, чем с вот этих магазинных покупных семян. Вот эти, например, кусты. Вот посмотрите, какая ягода. Вот такая вот. В этом году она, конечно, поздно, припозднилась. Ну, на следующий год рано она зацветет. Нужно будет ее прям все обрабатывать. Вот клеща. У нас в этом году клещ был земляничный. Вот такая ягодка. Такие вот грозди целые. Здесь тоже вот такой кустик. Тоже помельче, конечно, осталось. Но тоже ягодка есть. Поэтому здесь, конечно, не вся из своих семян. Здесь вот некоторые кустики из своих семян. А некоторые из магазинных. Ну, тоже иришка. Вот иришка все-таки она у нас прям прижилась. Самая первая ее. Не навращивали, стеяли. И она лучше всех себя показывает. Схожесть семян хорошая. И растет вот она у нас по климату ей прямо. Здесь похуже как-то кустики. Ну, ничего. Главное, чтобы перезимовали. А на следующий год обработаем их. Они отрастут и пойдут в рост. Вот этот тоже кустик. Это или алый огонек, или вкус детства. Такая ягода. Вот сейчас, конечно, уже мелко осталась. Так была крупная. И вот это все один куст. Такой вот огромный он. И вот много прям таких вот цветоносов с ягодами. Такие вот они. Поэтому в этом году, точнее в следующем, все-таки меньше будем сеять из семян. Потому что, ну, очень много у нас именно ремонтантной, вот этой вот земляники. Ее просто все надо будет потом пересаживать где-то. Подсыпать землю, в общем. Ну, заниматься с ней уже как бы. Усы можно оставлять. Будет, если какая понравится. А в этом году выписывали вот такую вот. Получается, альба, азия и кимберли. Вот таких вот три сорта, наверное, они. Сортовые. Очень понравилась. Она цвела. Ну, в первый год, конечно, она именно при весенней посадке, она цветет там совсем немножко. Но ягода очень сладкая, вкусная. Поэтому и усов очень много от нее осталось. И кусты вот видите такие. Вот это у нас. Так, не забыть, это альба. Такой ряд. Дальше кимберли. Ну, самая такая вот крупнючая, это вот азия. Такие кустищи. Поэтому на следующий год как бы меньше будем сеять уже из семян. Можно будет вот так вот усами размножать. И ремонтантную можно усами размножать. И такую, соответственно, выписать. Какую-то интересную. Если понравится, ее можно размножить. Вот это вот все усы. От азии. Альбы и кимберли. Такие вот усики. В листу даже понятно, что вот это вот вроде бы вся азия. То есть, как много. Вот здесь вот альба. И вот там немножко кимберли. Вся она приживется. Вот здесь ее потом прикроем. На зиму. Перезимуют. А потом можно будет ее совершенно безболезненно. Земелька рыхлая пересадить. На новое какое-то местечко. Там вот такие грядки. Земляничные. А вот эти две нужно будет, конечно, с ними поработать на следующий год. Тоже их рассаживать надо. Вот эту трогать не буду. Надо будет просто ее... Вот здесь вот эту листву нижнюю поубирать все-таки. Чтобы она не прела плохую. А так вот эта мелкоплотная вся. Белоснежка. Лесная сказка. И баронсленмахер. Ее просто надо прибрать. Именно убрать старые листья. Чтобы не крели они. Но надо для этого погоду, конечно. Здесь тоже кусты. Это все еришка. Алый огонек тоже. Вкус детства. Немножко здесь есть Женевы. Но на этой грядке прибираться надо. Она прям вся заросла тут. Надо будет с ней работу работать на следующий год. Весной уже. Потому что зиму пускай она уходит так вот именно. Вся с листвой совсем. Чтобы она перезимовала. У нас очень морозные зимы. Минус 50. Поэтому вся листва остается. Ничего не скашиваем. Только прикроем все это укрытым материалом. И все. Вот такая ягодка. Здесь тоже прям тоже все в ягодке. Вот это вроде бы тоже сладкоежка. Вот такие вот ягодки у нее. 25 сентября. Почему у нас не вечное лето. Ягода все и была и была. Вот такая вот. Там тоже все вот в ягодках. Вот этот куст позже зацвел. Честно сказать уже не знаю. Вот алый огонек или вкус детства. Они вот похожи очень. И ягодка у них такая вот. Достатки уж, конечно. Поэтому такие дела. Здесь тоже немножко усиков. Вот это вот усы от королевы Елизаветы. Так вот сниму. Хоть буду помнить, что где посажено. А то так много всего. И поэтому нужно позабыть. Поэтому такие грядки. Самые лучшие из своих семян. И Иришка. И очень понравилось в этом году. Вот это вот. Называется она. Розовая мечта. Хоть и не розовым цветет. Но ягоды очень хорошие. Крупные. Кусты красивые. Без усов практически. Совсем немножко их. Поэтому хорошая тоже такая ягодка. Ну а всем тем, кому видео понравилось. Подписывайтесь на наш канал. Делитесь этим видео с друзьями. И заходите почаще в гости. Всем пока-пока. И всего самого-самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.